Всем привет! Продолжаем играть в Fallout и я продолжаю зачитывать книгу Совершенный Код Стива МакКоннелла. И крайне рекомендую ее приобрести и читать ее самому. Ну а сегодня продолжим. И продолжим. В прошлый раз закончили главу 17. Так, 18-19 главы пропустим, потому что здесь много примеров кода. Скорее всего, когда-нибудь возможно, возможно, может быть, надо будет просто сделать отдельное видео, уже не играя, а с конкретными примерами из книги и что-то как там рассказать. И перескочим сразу на главу 20. Она называется Качество ПО, Качество Программного Обеспечения. Ну, для начала, конечно же, надо загрузиться. Так, я тут пока бегал, продавал там. А бегал я для чего? Для того, чтобы попродавать всякие шмотки. Заехал, заехал. Куда это я заехал? В Гекка. Квесты какие-нибудь поделать. И, короче, 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 тут есть квест такой. Спасти ребенка. Эээ, у, не понял. А, это не в Гекке, это в Модоке. Пропал Джонни. Джонни там где-то на какой-то страшной ферме. А страшную ферму что-то я найти не могу. Ну, короче, целая проблема. Поэтому пока, пока я, наверное, поедем в другие локации, в которых, ну, я еще не был. Сейчас поисследуем еще территорию. Так, так, это я сейчас закинул в багажник. Оно не надо. Пистолет, наверное, тоже мне пока не надо. Хотя пусть будет. Денег мне уже 40 тысяч. Уровень также взял. Ну, там ничего особенного. Я увеличил тяжелое оружие и что-то еще. И вот до следующего уровня меньше тысячи осталось. Меньше тысячи и... А что я сюда заехал, я даже не помню. Сейчас в этом спрошу, как дела. И пойдем дальше. Ну и ладно. Так. А, и... Тот мужик, которому надо найти было ребенка, дал мне собаку. Она меня в одно место привела, но там... Там этот... Короче, нашел ружье я этого ребенка, этого малого. А самого ребенка не нашел. А это ферма. Сейчас, где тут у нас... Племя Умбра. Ньюрина. О! Поедем на конюшню. Если что, там всех перебьем. И в Ньюрино там еще была одна семья. Я туда все время заходил, они начинали стрелять. Вот. Может быть, стрелять уже не будут. Так, ну... Продолжим, да? 20-ю главу. Ну, начнем точнее. Качество ПО. Итак. И подглава называется... Характеристики качества ПО. Качество ПО имеет внешние и внутренние характеристики. К внешним характеристикам относятся свойства, которые осознает пользователь программы. И они описаны ниже. Корректность. Это отсутствие или наличие дефектов в спецификации, проекте и реализации системы. Практичность. Это легкость изучения и использования системы. Эффективность. Это степень использования системных ресурсов. Эта характеристика учитывает такие факторы, как быстродействие приложения и требуемый им объем памяти. Надежность. Это способность системы выполнять необходимые функции в определенных условиях. И средний интервал между отказами. Целостность. Это способность системы предотвращать неавторизованный или некорректный доступ к своим программам и данным. Идея целостности подразумевает ограничение доступа к системе для неавторизованных пользователей. А также обеспечение правильности доступа к данным, то есть одновременно изменение взаимосвязанных данных и хранение только допустимых значений и так далее и тому подобное. Так. О-оу. Не прокатило. Сейчас еще раз. Так. Тут какие-то диалоги. Надо что-нибудь выбрать. Так. Дальше. Адаптируемость. Возможность использования системы без ее изменения в тех областях или средах, на которые она не была ориентирована непосредственно. Правильность – степень безошибочности системы, особенно в отношении вывода количественных данных. Правильность характеризует выполнение системы ее функций, а не то, создана ли она корректно. Этим правильность отличается от корректности. Живучесть – это способность системы продолжать работу при вводе недопустимых данных или в напряженных условиях. Так. Так. Семья Марина. Думаю, да. Вот вам значок. Это временный пропуск. О-о-о, круто. Ух ты, я еще 500 опыта получил. Круто. И меньше 500 опыта до следующего уровня. Нормально. Нормально. Мне нужно... У меня... Гм-гм-гм-гм. Хорошо пропускаю, да? Проходи, говорит, базара нет. А ты еще кто? И какого хрена тут делаешь? И где эти тупицы охранники? Так. И кто ты? Выкладывай. Ну, может и так. А ты кто еще, блин? Вот так. И что-то он, эй, тупица. Так, ладно. А что он тут говорит? Что-то он борзый. Мелкий и борзый. Так, 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 так. Брехня, чтобы ты придумал винт. Зачем? А вот затем. Семье Мардина нужен продукт. Да нет уже Мардина. Там главного я завалил. Так. Могу новый Мардина не замечать талант. Даже когда... Бросай этот город и пошли со мной. О, так, в чем? Все видел, все знаю. А еще могу делать какие угодно лекарства. Отлично ты принят. Так. Да, Роя 106 милы. У нас есть полный микрореактор. Пол пачки интерадина. Круто. Круто. Только надо бы еще... О, так тут еще... Обшарить вот это все. Я еще и уровень взял. О, научная книга. Это круто. Это все хорошо. Главное, чтобы эти не согрелись. И не начали шмалять. Так, ладно. Пока я тут шмонаю ящики. Идем дальше. Некоторые из этих характеристик перекрываются. Однако. Каждая имеет свои отличительные черты. Которые в одних случаях выражены сильнее. А в других слабее. Внешние характеристики. Это единственная категория свойств программного обеспечения. Которая волнует пользователей. Пользователей беспокоит легкость работы с программным обеспечением. А не легкость его изменения. Их заботит корректность программного обеспечения. А не удобочитаемость или структурированность кода. Программистов же волнуют и внешние характеристики программного обеспечения. И внутренние. Раз уж эта книга посвящена программированию. Основное внимание в ней уделяется внутренним характеристикам качества. Которые перечислены ниже. Которые перечислены ниже. Итак. Характеристики. Удобство сопровождения. Это легкость изменения программной системы с целью реализации дополнительных возможностей. Повышение быстродействия, исправление дефектов и т.д. Гибкость. Возможный масштаб изменения системы с целью использования ее в тех областях или средах, на которые она не была непосредственно ориентирована. Портируемость. 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 Это легкость изменения системы с целью использования в средах, на которые она не была ориентирована. Возможность повторного использования, это масштабность и легкость использования частей системы в других системах. Удобочитаемость. Это легкость чтения и понимание исходного кода системы, особенно на детальном уровне отдельных операторов. Тестируемость. Это возможная степень выполнения блочного и системного тестирования программы и проверки ее соответствия требованиям. И последняя характеристика. Это понятность. Это легкость понимания системы и на уровне общей организации, и на детальном уровне отдельных операторов. Понятность характеризует согласованность системы на более общем уровне, чем удобочитаемость. Так, что бы тут добавить, доктор? Не, у меня же есть уже этот чувак, который будет лечить. Так, взлом давайте. Вот так вот сохраним. Так, да, тут у него немало всего. Походу ему надо будет дать всякие ингредиенты, и он, наверное, будет... И он будет... Будет что-то там делать. Ну, имеется в виду всякие лекарства. Так, если я с этой поговорю... О, у номера был... Теперь число... Так, а если я этих перебью, что будет? Давайте-ка я попробую. Я сейчас этому скажу, что и тут, а сам пойду побью. Если карма будет увеличиваться, то круто. То тогда... Так и... Блин, собаку могут завалить. Так, Майрон, давай, иди сюда, иди, 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 иди. Ну, куда ты пошел? Так, подожди здесь. Прошу прощения. Подождать тебя здесь? Это, 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 ты серьезно? Эх, 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 держи меня поблизости, и я тебе пригожусь. А, а, что скажешь? А, а... Так это было типа... Блин, а что, он не хочет сам оставаться? елы-палы так подожди так тогда я возьму патрончиков это я выкину вот этих патрончиков нет все не влазят ну давайте вот так вот хотим ну и приступим чё так как ну я продолжаю зачитывание как и внешне некоторые из этих внутренних характеристик качества перекрываются но при этом каждая из них имеет важные отличительные черты внутренние характеристики качества программного обеспечения это главная тема этой книги и в этой главе мы их подробнее рассматривать не будем различия между внутренними и внешними характеристиками качество размыто потому что на некотором уровне первые влияют на вторые если программа недостаточно понятно или неудобно в сопровождении в ней трудно исправлять дефекты что в свою очередь влияет на такие внешние характеристики как корректность и надежность и надежность программное обеспечение страдающие от недостатка гибкости нельзя улучшить в ответ на запросы пользователей что сказывается на его практичности суть сказанного в том что одни характеристики качества облегчают жизнь пользователям а другие программистам вам следует знать какие какие из них какие и понимать когда и как эти характеристики взаимодействует улучшение некоторых аспектов качества неизбежно приводит к ухудшению других необходимость согласования решения с рядом противоречащих целей делает разработку программ на программного обеспечения поистине инженерной дисциплины самый интересный аспект самый интересный аспект в том что здесь есть диаграмма и эта диаграмма она как бы вот дурак чё он стреляет и эта диаграмма тут показывает но влияние одних характеристик на других то есть я его вот вот так вот зачитать не смогу ее надо только видеть поэтому ну суть здесь такая что одни характеристики связаны между собой обратным соотношением другие характеристики прямым короче тут целая путаница но не путаница одни влияют на характеристики на другие другие влияют на вот куда он бежит дурак кого он стреляет поэтому эту диаграмму пропустим и и им перейдем к следующей подглаве следующая подглава называется методики повышения качества программного обеспечения так это что все рабы походу не надо убить только-только вот этих научных так контроль качества программного обеспечения это планомерная и систематичная программа действий призванная гарантировать что система обладает желательными характеристиками вероятно самый лучший способ разработки высококачественного приложения это сосредоточиться на самом приложении однако при контроле качества нужно также концентрироваться на процессе разработки целевые характеристики качества программного обеспечения одной из эффективных методик повышения качества программного обеспечения является явное определение целевых внешних и внутренних характеристик не имея явных целей программисты могут сосредоточиться не на тех характеристиках качества на которых следовало бы явный контроль качества одна распространенная проблема связанная с контролем качества заключается в том что качество воспринимается как вторичная цель в некоторых организациях быстрое и грязное программирование является скорее правилом чем исключение программисты в робе вроде глобального гарри которые быстро завершают работу над программами наполняя при этом их дефектами получают большее вознаграждение чем такие программисты как высококачественный генри которые пишут прекрасные программы убеждаясь в их практичности не следует удивляться тому что в подобных организациях программисты не считают качество главным приоритетом руководители должны показать программистам что качество одна из важнейших целей явный контроль качества делает это очевидным и программисты отвечают соответствующим образом так а чё 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 тут если закончу и ну в принципе я за все получил карму плюс карму плюс к карме вот так поэтому поэтому значит дело я сделал хорошее теперь их обшмонать блин этот я же сказал ему ну-ка я понял тут когда в поле видимости эти спутники так и даже если говоришь его стой никуда не иди но он все равно будет он все равно короче будет сливать в бой если рядом будет бой поэтому поэтому вот такая вот фигня ля-ля-ля хороший они все равно под наркотой конечно все их типа как освободил но но что-то мне никто спасибо не говорит так так у меня шмот этих вещей уже нету сейчас я перекину багажник и пойдем дальше и так дальше идем методики повышения качества по стратегии тестирования тестирование программы может предоставить детальную оценку ее надежности частью контроля качества является разработка стратегии тестирования учитывающей требования к системе ее архитектуру и проект довольно часто разработчики рассматривают тестирования как главный метод и оценки и повышение качества в оставшейся части главы будет показано что это слишком объемная задача чтобы ее можно было выполнить исключительно путем тестирования так следующая методика это принципы разработки по технических характер программного обеспечения во время его разработки должен контролироваться рядом принципов рядом принципов так а что что такое тяжелое винт нет вот это блин наверно до шприцы может быть тоже да так такие принципы используются на всех этапах разработки программного обеспечения включая определение проблемы выработку требований конструирования и тестирования системы принципы разработки программного обеспечения описываемые в этой книге в некотором смысле являются принципы принципами конструирования так прочитая научную книгу а чтобы ее прочитать давайте посмотрим наука наука 69 у меня сейчас читаю ночь ночь я не люблю до утра тут спать кстати нельзя конечно же потому что там еще не убита есть охранники так наука была 69 стала 72 ну нормально итак следующие 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 что на следующий методика к этим методика качество по его это неформальные технические обзоры а многие разработчики сами выполняют обзор своей работы до проведения формального обзора неформальный обзор может выражаться в самостоятельной проверке проекта или кода а также в анализе кода в вместе с коллегами формальные технические обзоры важный аспект управления процессом разработки программного обеспечения исправление проблем на этапе наименьших затрат то есть когда на разработку системы потрачен минимальный объем средств и когда решение проблемы окажется наиболее дешевым наиболее дешевым для достижения этой цели служат ворота качества это периодические тесты или обзоры позволяющие определить достаточным ли качеством обладает система на конкретном этапе разработки чтобы перейти к следующему этапу а куда он убежал вот гад блин и это часть людей маринов убил это же я сейчас если зайду туда то все из мариновцы на меня разозлятся и будут меня убивать получается так что-то я не подумал ну да ладно за это карма дается это одними бандитами больше одними меньше так ладно идем дальше воротами может быть инспекция обзор системы выполняемый коллегами или заказчиками а также аудит да я так и думал что я сейчас обоих убью ворота качества не предполагают что этапы выработки требований или разработки архитектуры нужно выполнить на сто процентов они позволяют определить достаточно ли хороши требования или архитектура чтобы разработчики могли перейти к следующим этапам в одни случаях ворота качества могут требовать определение только самых важных аспектов архитектуры а в других определение почти всех деталей разумеется это зависит от природы конкретного проекта внешний аудит внешний аудит это отдельный тип технического обзора служащий для определения статуса проекта и статуса проекта или качество блин или качество разрабатываемой системы аудит выполняет специалисты другой организации которые сообщают результат своей работы тому кто оплачивает аудит и обычно это руководители блин с этим майороном конечно же он вроде тип полезный но 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 майра давай давай убегаем красавчик давай-ка я вот встану вот так вот раз два давай давай ого сам помер ну то ладно то такое сейчас воскреснем и продолжим главное майра на сохранить этого укуренного утырка так процесс разработки такая подглава каждый из упомянутых элементов явно связан с контролем качества и не явно с процессом разработки по по методике разработки включающие действия направленные на контроль качества способствует созданию более качественного программного обеспечения другие процессы не являющиеся сами по себе аспектами контроля качества также влияют на качество по процедуры контроля изменения качества или точнее процедуры контроля изменений повышению качества по он часто препятствует неконтролируемые изменения Неконтролируемые изменения требований могут снижать эффективность проектирования и кодирования. Неконтролируемые изменения проекта могут приводить к несоответствию кода и требований, несогласованности отдельных фрагментов и лишней трати времени на вынужденные изменения кода. Неконтролируемые изменения самого кода могут приводить к появлению в нем внутренних противоречий и затрудняют слежение за тем, какой код был подвергнут полному обзору и тестированию, а какой нет. Изменения естественным образом вызывают дестабилизацию системы и снижение ее качества, поэтому эффективный контроль изменений – важнейшее условие достижения высокого качества ПО. Так, слышишь, помирает? У тебя четыре этих есть. Давайте-ка ему еще четыре, да? Помирает он. Так, оценка результатов. Только оценив результаты выполнения плана контроля качества, вы сможете узнать, дефективен ли он. Оценка позволяет не только узнать эффективность плана, но и изменить процесс разработки контролируемым образом с целью его улучшения. Кроме того, вы можете извлечь дополнительную выгоду, оценивая сами атрибуты качества. Это корректность, практичность, эффективность и так далее и тому подобное. Прототипирование. Прототипированием называют разработку реалистичных моделей, важных функций системы. Так, разработчики могут использовать прототипирование для определения удобства пользовательского интерфейса, времени выполнения важных вычислений или объема памяти нужного для хранения типичных наборов данных. Анализ 16 опубликованных и 8 не опубликованных исследований, конкретных случаях, посвященных сравнению прототипированию с традиционными методиками разработки, основанными на спецификациях, показал, что прототипирование повышает эффективность проектирования, способствует более полному удовлетворению потребностей пользователя и облегчает сопровождение программного обеспечения. Итак, задание цели, следующая такая подглава, или абзац. Явное задание целевых аспектов качества, это простой и очевидный способ повышения качества программного обеспечения, но его легко упустить. Будут ли программисты на самом деле преследовать явные заданные цели? Да, будут, если цели будут им известны, и если цели будут разумны. Программисты не могут стремиться к достижению постоянно изменяющихся или недостижимых целей. Джеральд Вайнберг и Эдвард Шульман провели один очень интересный эксперимент, посвященный изучению влияния задания целевых аспектов качества на производительность труда программистов. Они попросили 5 групп разработчиков написать одну и ту же программу и указали одни и те же 5 целевых характеристик качества. Но каждой группе было сказано оптимизировать разные характеристики. Одной, минимизировать объем используемой программы памяти. Второй, обратить максимальное внимание на ясность выводимых данных. Третий, создать как можно более удобно читаемый код. Четвертый, сделать программу максимально компактной. А пятый, написать программу за минимальное время. Ну и тут такая табличка. Так, и что тут по этой табличке? Места занятые каждой группой по каждому целевому показателю. Так, короче, я ее зачитывать не буду, тут есть просто результаты. Ну, как бы словами. Результаты впечатляют. Четыре из пяти групп выполнили поставленные перед ними задачи. Лучше всех остальных групп. Оставшаяся группа заняла в своей категории второе место. Никакой группе не удалось преуспеть в достижении всех целей. Что из этого следует? То, что люди на самом деле делают то, о чем вы их просите. Программисты действительно стремятся к достижению поставленных целей. Но они должны знать, что это за цели. И еще одно следствие. Как и ожидалось, целевые характеристики и качества конфликтуют. Поэтому преуспеть в достижении всех целей почти невозможно. Но тут имеется ввиду, что по всем целям они все равно не достигли. Но не выполнили все задачи на 100%. То есть где-то был хорошо читаемый код, но страдала другая часть. Блин, собаку убили. Где-то там компактный код был, но тогда хромала удобно читаемость и так далее. Поэтому всегда нужно чем-то жертвовать. Блин, так много надо стимулятору, капец. Так. Ящичек. Может не надо тратить время на этих всех? Наверное не буду. Наверное не буду. Да, до следующего уровня еще очень много. Так. Относительно эффективность методик контроля качества ПО. И что у нас тут? И у нас тут... Ну это новая подглава. Итак, не все методики контроля качества имеют одинаковую эффективность. Эффективность многих методик в плане нахождения и устранения дефектов уже известна. В данном разделе мы обсудим этот и некоторые другие аспекты. Эффективности методик... Эффективность методик контроля качества. Так. Эффективность обнаружения дефектов. Некоторые методики более эффективны в обнаружении дефектов, чем другие. К тому же, разные методики приводят к обнаружению разных дефектов. Одним из способов оценки методик это... Нахождение дефектов является определение процента обнаруженных дефектов из общего числа дефектов, имеющихся в программе на конкретном этапе. Так, ну и тут опять табличка, тут показатели эффективности. Нахождение дефектов при использовании некоторых популярных методик. Ну, к примеру, неформальные обзоры проекта. Минимальная эффективность 25%. Я так понимаю, это... Типа там 100% дефектов есть, находится 25, да? Ну, это грубо говоря. Типичная эффективность для неформальных обзоров это... 35% и максимальная эффективность это 40%. Формальные инспекции проекта. Короче, я тогда зачитаю максимальную эффективность, да? Для формальных инспекций проекта это 65%. Неформальные обзоры кода это 35%. Так, а что, патронов у тебя нет или что? Как так? Как так? Ладно. Так, формальные инспекции кода. Максимальная эффективность 70%. Моделирование... Опа, опа, а у него что-то было... Я, походу, когда начал убивать этих... Марина, товарищей... Да, кстати, у меня статус ушел. Приближенный Марина. А когда я был приближенным Марина, у него был особенный... Раздельщик, короче. Я там мог по скидке брать какое-то крутое оружие. Блин, надо было не убивать их. Ладно. Уже ничего не вернешь. Так, ладно. Моделирование или прототипирование. Максимальная эффективность это 80%. Самостоятельная проверка кода. Это 60%. Блочное тестирование 50%. Крупномасштабное тестирование больше, чем в тысяче организаций. Это 85%. То есть эффективность. Максимальная. Ограниченное бета-тестирование менее, чем в десяти организациях. Это 40%. Ну и тут дальше еще пару этих есть методик. Я их зачитывать не буду. Итак, самое интересное в этих данных, что типичная эффективность обнаружения дефекта при использовании любой методики не превышает 75%. И что в среднем она равна примерно 40%. Более того, самые популярные методики, это блочное тестирование и интеграционное тестирование, позволяют найти обычно около 30-35% дефектов. Как правило, используется подход, основанный на интенсивном тестировании, что позволяет устранить около 85% дефектов. Ведущие организации используют более широкий диапазон методик, достигая при этом 95% или более высокой эффективности устранения дефектов. Итак, если разработчики хотят достигнуть более высокой эффективности обнаружения дефектов, они должны полагаться на комбинацию методик. Одно из подтверждений этого вывода было получено в классическом исследовании Гленнфорда Майерса. Участниками исследования были программисты, обладавшие минимум 7, а в среднем 11-летним опытом. Исследуемая программа содержала 15 известных ошибок. Майерс попросил каждого программиста найти эти ошибки, используя одну из следующих методик. Так, сейчас я книженцию прочитаю. Одну из следующих методик. Это тестирование выполнения программы по спецификации. Тестирование выполнения программы по спецификации с возможностью изучения исходного кода. Анализ, инспекция с использованием и спецификации и исходного кода. Различия эффективности обнаружения дефектов оказались очень большими. Программисты нашли одну от одной до девяти дефектов. Средний показатель был равен 5,1 или 1,3 от общего числа известных дефектов. При использовании одной методики, никакая из них не имела статически значимого преимущества над любой другой группой. В то же время, любая комбинация двух методик, в том числе использование одной методики двумя независимыми группами, привела к увеличению общего числа найденных дефектов почти вдвое. В исследованиях, проведенных в лаборатории, проектирования программного обеспечения NASA, компаний Boeing и других компаниях, было обнаружено, что разные программисты находят разные дефекты. Только примерно каждую пятую ошибку, обнаруженную в ходе инспекции, находят двое или более разработчиков. Майерс обращает внимание на то, что поиск одних видов ошибок оказывается более эффективным при непосредственном участии людей, а других видов при компьютерном тестировании. Этот вывод подтвердился в более позднем исследовании, показавшем, что чтение кода способствует нахождению дефектов интерфейса. А функциональное тестирование нахождение дефектов управляющих структур. Гуру тестирования Борис Бейзер сообщает, что неформальные подходы к тестированию обычно позволяют достигнуть покрытия кода тестами лишь на 50-60%. Если только вы не используете анализатор покрытия. Таким образом, методики поиска дефектов лучше применять в комбинации. Джонс также подтверждает этот вывод. Используя исключительное тестирование высоких результатов добиться невозможно. Джонс сообщает, что комбинация блочного тестирования, функционального тестирования и тестирования системы часто приводит к обнаружению менее 60% дефектов. Что обычно неприемлемо для конечного продукта. Эти данные также помогают понять, почему программисты, начинающие применять дисциплинированную методику устранения дефектов, такую как экстремальное программирование, добиваются более высокой степени устранения дефектов. И тут есть такая табличка. И здесь набор методик устранения дефектов, применяемых в экстремальном программировании, позволяет устранить около 90% дефектов в обычной ситуации и 97% в лучшем случае, что гораздо выше среднего для отрасли показателя равного 85%. Итак, и что в этой табличке? И в этой табличке у нас есть методики. Вот несколько методик. Суммарно, если каждую из них использовать, то можно при хорошем достичь 97% определения дефектов. Итак, какие здесь методики? Неформальные обзоры проекта. Это парное программирование. Дальше. Неформальные обзоры кода. Опять-таки, из разряда парное программирование. Дальше самостоятельная проверка кода. Дальше блочное тестирование. Дальше интеграционное тестирование. И дальше регрессивное тестирование. И на выходе, если применять все эти методики, которые я перечислил, то минимальная эффективность будет в районе около 74%, а максимальная в районе 97%. А вот средняя эффективность это около 90%, что очень и очень неплохо. Некоторые программисты связывают этот факт с синергичным отношением между методиками экстремального программирования. Но на самом деле это просто предсказуемый результат использования конкретного набора методик устранения дефектов. Эффективность других комбинаций методик может оказаться такой же или даже более высокой. Поэтому выбор конкретных методик устранения дефектов, позволяющих достичь желаемого уровня качества, является одним из аспектов эффективного планирования проекта. Стоимость нахождения дефектов Некоторые методики обнаружения дефектов дороже других. Наиболее экономичные при прочих равных условиях имеют наименьшую стоимость. В расчете на один обнаруженный дефект. Равенством прочих условий пренебрегать нельзя, поскольку стоимость методики в расчете на один дефект зависит от общего числа обнаруженных дефектов. Этапа обнаружения каждого дефекта и других факторов, не связанных с экономическими аспектами конкретной методики. Как правило, эксперименты показывают, что инспекции обходятся дешевле, чем тестирование. В исследовании, проведенном в лаборатории проектирования программного обеспечения, было обнаружено, что при чтении кода число дефектов, находимых в час, было примерно на 80% более высоким, чем при тестировании. В другой организации, поиск дефектов проектирования с использованием блочного тестирования, было в шестеро дороже, чем при использовании инспекции. Более позднее исследование, проведенное в IBM, показало, что на обнаружение каждой ошибки, разработчики тратили 3,5 человеку часа в случае инспекции кода и 15-20 в случае тестирования. Так, ну на сегодня уже все, наверное. Да, на сегодня все, а в следующий раз продолжим. И в следующий раз продолжим говорить о качестве ПО. Это будет глава 20, потом будет глава А. На самом деле дальше, вот я тут листаю главы, и здесь в основном обсуждение идет и советы всякие. Поэтому дальше уже кода будет мало или практически его нет. Поэтому, думаю, будет интересно. Поэтому на сегодня все. Подписываемся, делимся, комментируем, лайкаем, ну и все такое. Так, сейчас я тут комментирую и все такое. Поэтому всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok